Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому-то вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес, все ваши письма мы получаем. И, наконец, вы можете смотреть нашу программу и в интернете на сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе прямой эфир. Итак, жизнь весьма многообразная, изобильна. Но почему одним все, а другим ничего? И почему некоторые, порой, простите, некоторым начинают казаться, что к ним жизнь несправедлива и не дает того, что они желают, о чем мечтают, или чего заслуживают, или уже давно заслужили? Этих людей нельзя упрекнуть в бездействии. Они стараются осуществить свою мечту, свои желания, но ничего не получается. Тогда почему у одних все сбывается по щучьему велению, по их хотению, а у других нет? Специалисты утверждают, что все дело в том, что мы не всегда понимаем свои желания и то, чего хотим на самом деле. Как же осознать свои желания и сделать так, чтобы они исполнялись? Об этом наша сегодняшняя программа. И у нас в гостях руководитель Духовно-психологического центра, эксперт и инструктор по благоприятному образу жизни Любовь Богданова. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Ну, тема очень такая, любимая нашими телезрителями, и мы неоднократно поднимали эту проблему в наших программах. Существует огромное многообразие всевозможных методов, как правильно желать, как исполнять желания, не знаю, новогодние, там какие-то определенные дни сказочные и так далее. Понятно, что здесь немножко веет каким-то волшебством, но специалисты, я думаю, что вы сегодня нам еще раз об этом скажете, говорят, что это вполне осуществимая реальная вещь, и просто над этим нужно как-то правильно к этому относиться, правильно работать. Что-то мы видим и делаем не так, раз у нас не все получается. Тогда вот что такое желание? В чем отличается желание от мечты или от цели? Есть какая-то разница? Ну, я исхожу из того, что каждый человек сам себе волшебник, если говорить о волшебстве, поэтому каждый может создать такое волшебство в своей жизни, которое сам, опять же, и пожелает. И для этого нужно достаточно четко представлять, что человек видит как свое желание. Если говорить о градации мечта и желания, здесь получается определенная динамика. Желание – это то, что человек чувствует внутри, и мы наверняка сталкивались с тем, что у людей разные желания. Одному хочется это, а человеку рядом этого вообще никак не хочется. И тогда полезно, вот я уже практически такие даю советы, тогда полезно делать точку опоры в себе, находить ее в себе. То есть чего хочу лично я? И сначала это как раз и зарождается в виде мечты. Это что-то такое тонкое, волшебное, прекрасное и достаточно далекое. Прямо сейчас у меня этого точно нет. Если я об этом мечтаю, значит, у меня нет этого сейчас. И оно где-то так вот рисуется высоко и далеко. Ну, понимаете, опять же, стоит вопрос о том, почему один мечтает, да, пусть это вот мечтает, желает, и у него все происходит, практически все, а у других ничего не получается. Либо это просто наш, знаете, личный взгляд. Нам кажется, что у других все лучше, да, вот у них все получается, а у нас нет. Может быть, это просто наше личное отношение? Очень интересные моменты. Тогда вот с другого начнем. Если мы говорим о том, что у нас есть желание, мы должны что-то получить в результате. Мы ожидаем, что мы что-то получим. И получается, это взаимодействие. Мы со своей стороны что-то одно, а к нам должно прийти что-то другое. То есть это очевидное взаимодействие между нами, ну и, как сказать, внешним миром. Это люди по-разному для себя называют. Внешним миром, вселенной или жизнью. Может быть, в лице конкретного партнера, конкретной, там, не знаю, организации, конкретного начальника. То есть это должен быть какой-то обмен всегда, да? Безусловно, за этим стоит обмен. То есть ты должен что-то отдать, а тебе должно что-то прийти. Совершенно верно, да. То есть просто так ничего не бывает. Да, и здесь получается так, что сфера действительно такая таинственная, то есть там нет очевидных ярлыков и ценников. Заплатил 100 рублей, получил вот это. Заплатил 1000 рублей, получил вот это. И у каждого своя мера. Потому что люди все уникальны. У каждого свои внутренние слои, какие-то устройства, исходные обстоятельства. Поэтому получается так, что мирилом заплатил ли ты свою цену? Может быть, только вот именно внутренние ощущения. Почему? Очень важно, я всегда говорю, искать точку опоры в себе. Потому что если человек уже хорошо в контакте со своим внутренним пространством, он точно знает, я уже свою цену заплатил или я ее все-таки не заплатил. И должен уже получить. Да. И поэтому здесь вот, если люди говорят, ну я уже вот заплатил и переплатил, и мы начинаем разбираться. И вот довольно часто оказывается, что заплатил, но не туда, заплатил, но не то, и все-таки приходил к тому, что ну не заплатил. Ну не заплатил ты свою цену. Ну то есть действовал неграмотно как-то, да, человек? Не понимая, что он делает. Ну, я работаю с осознанностью, и я говорю, что, вероятно, неосознанно действовал или не полностью осознанно здесь присутствовал. Да, мы сегодня об этом поговорим, то есть вы нам расскажете, как это. Есть практические советы буквально, как это все улучшить. Как это все улучшить? Я думаю, что я всегда советую нашим телезрителям приготовить лист бумаги, ручку, чтобы что-то себе записать, вдруг да понадобится и пригодится. Потому что советов и практик очень много, но не каждая подходит всем, правда же? То есть надо выбирать так же, как своего врача выбираешь. Конечно, но я обычно такие советы, которые вписываются в повседневную жизнь, они не требуют особого времени. Вот на ходу, мимоходом, где-то, когда у вас есть минутка, и вот это все можно будет делать, это небольшие по времени. Ну, я хотела сказать о том, что вы не впервые на нашей программе, и знаю, что все ваши методы и практики, они как раз адаптированы лично вами, для простого человека, для обыденной жизни. И самое интересное, что вы пропускаете это через себя, и проверяете прежде всего на себе эту практику. Безусловно, да. Я делюсь только тем, что вот я проверила на себе, и вот опыт учеников подсказывает, что действительно это правильный путь. И я сторонник того, чтобы духовность, она входила в повседневность, чтобы не приходилось выключаться из своей жизни, семьи и работы, и вот только тогда я позанимаюсь духовностью, или только тогда я что-то там налажу в своем внутреннем мире. А я говорю о том, что это все прекрасно совмещается. Конечно, все это можно. И все-таки, ну, если говорить как бы об истории вопроса, действительно, техник очень много, но почему не получается у большинства людей, почему не получается так, чтобы наши желания исполнялись? Может быть, и не надо, чтобы исполнялись все желания. Недаром существует поговорка «Бойся исполнение своих желаний». Либо мы как-то очень потребительски к этому относимся. Хочу, 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 да, вот, дайте мне это, да, хочу вот этого, хочу того, что, возможно, нас как-то вот, я не знаю, свыше ограждают от каких-то неправильных желаний. Да, тут несколько есть вариантов причин и ответов на этот вопрос, и действительно, это может быть знак свыше. То есть, как и внутренний голос, он тоже, по сути, приходит свыше, голос души, да, который человек в себе чувствует, который и должен вести по жизни. Человек хочет машину, хочу машину, купил, поехал и попал в аварию, да? Ну, да. Стоило ли, ну, к примеру, простой пример, вот, чего хотеть, как хотеть, почему, как вы считаете, что здесь происходит? Ну, в этом нет ничего страшного, если человек видит все целостно, потому что людям свойственен более поверхностный взгляд. И опять я возвращаюсь к тому, из чего исходят ваши желания, где у них корни и истоки. Ведь довольно часто люди желают того, о чем идет речь снаружи, о чем говорят на телевидении, когда бесконечная реклама, вот новая марка машины, вот новая модель телефона, а вот нужно быть такой стройной и тощей, и еще что-то. И люди снаружи берут вот эти ориентиры, и у них в уме происходит такая подмена. Это становится мыслью в голове, и они считают, что это их собственная мысль. И они это ставят как задачи, которые вот считают, что им нужно стремиться. А на самом деле она же пришла снаружи, никак не изнутри. То есть окружающий мир, сбивает нас с толку в плане желания. Он всегда дает какую-то систему ценностей. Но я говорю о том, что у человека должна быть своя система выбора этих ценностей, чтобы было свободно. Мне подходит, я беру. Но если это не мое, и не подходит, и не является голосом моей души, тогда свободно идти мимо. Есть какие-то люди, которым это нужно. Это не нужно всем, безусловно. Поэтому очень важно самому понимать. Вы знаете, это когда-то я читала тоже по поводу желаний, вот интересный материал был. И там писали о том, что вот если вам хочется, допустим, вкусную конфету, вот это есть ваше желание, значит, вам хочется, ну, съешьте ее. Если у вас появляется вот действительно не извне, а желание, не знаю, станцевать, или там научиться станцевать, или прыгнуть с парашюта, значит, вам это нужно делать, потому что это ваше вот, то, что идет изнутри, это ваше истинное желание, исполните его, и вам будет лучше. Конечно, очень важно. И наверняка вот у многих были такие примеры, когда человек что-то чувствует. А мы не забиваем эти желания. Да, окружающие говорят, да ты что, да ни в коем случае, да не тебе, там, или не в твои годы, или ты не справишься, а человек чувствует, вот я хочу, я иду, и я это делаю. Это вот именно такая тонкая настройка, когда получилось, человек почувствовал голос своей души, и пошел, и вот это воплотил. И тогда оно и получается, оно и происходит, даже несмотря на то, что все окружающие были против. Просто ту рекламу, которую мы смотрим на телевидении или других средствах массовой информации, читаем, видим, ну, ее можно расценивать как информацию, но не как толчок к тому, что надо бежать покупать или делать что-то в этом роде. Конечно, очень бы хотелось, да. Хорошо. Вот если желание, о чем говорит желание, которое не исполняется у человека, не исполняющееся желание, это что? Значит, человек ленив, он ничего не делает для своего желания, не работает или не знает, как работать, или его подсознание подсказывает ему, что тебе это не надо, не надо, успокойся, или еще что-то. Ну, это вот все причины могут быть. Разные причины, они могут быть справедливы в каждом конкретном случае. И действительно, человек может, как я сказала, не полностью со своей стороны выполнить действия, то есть во взаимодействии еще не... Не дожелать. ...свою часть, да, не... Ну, желание, оно начинается, а дальше свой собственный вклад у каждого человека разный может быть. Потому что действительно, есть такие люди, которые вот особой сил не приложил, но уже все сбылось, что он хотел. Это означает, что его личная мерка, его личная цена вот такая. И это где-то вот во Вселенной так устроено, для него такой ценник назначен. А есть другие, которые вот недостаточно еще сделали. Вот все, казалось бы, возможное, но результат еще не наступил. Значит, нужно действовать еще, нужно еще раз повторять. То есть его личная ставка выше, ему нужно платить дороже за это. Но я исхожу вот из чего, что... То есть у всех цена разная. Да, это только индивидуально. Поэтому если мы смотрим на другого человека, и вот у него это произошло так, это ровным счетом ничего не значит. Потому что каждый живет свою жизнь. И каждый в этом смысле делает свой вклад. То есть не надо смотреть и завидовать. Ну, завидовать вообще ни к чему. Ну, понимаете, вот есть желание желанию и рознь. Одно дело, вот, хочу вкусную конфетку, я ее съел, потому что это желание, в принципе, не так уж сложно и выполнить. Хотя, опять же, если посмотреть философски на этот вопрос, для кого-то и очень сложно. Но есть желания достаточно жизненно важные. Человеку нужно жилье, квартира, дом. Человеку нужно здоровье, не знаю, там, хороший заработок, чтобы обеспечить свою семью, помогать родителям, да, то есть такие серьезные желания. А не получается. Не получается с хорошей работой и заработком. Никак не получается, там, приобрести квартиру. Хотя, казалось бы, все для этого есть. Ну, и так далее, да. Семья, дети, любовь. Встретить своего человека, да, там, супругу или жену или мужа, да, создать хорошую семью, родить детей. Мы говорили о причинах, да. Одна причина, вот, может быть, человек со своей стороны что-то не доделал, да, не полностью. Вторая причина, может быть, действительно по жизни вот такая судьба и вот, ну, карма или что-то, как тоже люди для себя это. Но, может быть, это вот ему не дается в этой жизни. Или, может быть, внутреннее устройство такое, что этому препятствует что-то в другой сфере. И, как правило, люди, вот, если они учитывают только внешнюю, социальную, какую-то составляющую своей жизни, это и приводит к, ну, к таким ошибкам и неисполнению желаний. Потому что человек – это существо многомерное, и в нём обязательно есть духовная составляющая. Вот почему я всегда говорю, духовность должна быть в повседневности. И, возможно, человек не, да, работал ещё на этом уровне. Нужно уделить внимание и побольше продвинуться, какие-то шаги сделать в этом. Тогда как целостное существо, вот, человек уже сможет двигаться. Потому что если тянуть только за одну сторону, а вторая буксует, и там есть препятствия, не получается движение. Ну, конечно, это не очень просто, да, увидеть, вот, скажем так, какие-то пробелы в других областях. Мы в нашей школе с этого начинаем. Да. В нашей школе с этого начинаем. Потому что у меня один из принципов всего, что я делаю, это полная жизнь. И я сразу спрашиваю, Что это такое? Вот, говорит, человек творит своей жизни, там, своё счастье. Что это такое полная жизнь, вот, в вашем понимании? Ну, полная жизнь, это мы сразу с людьми выясняем, какие сферы жизни нужны вам. И есть уже такой сложившийся некий список, могу вот его огласить. Конечно, давайте. У каждого этот список свой, индивидуальный, или это должен быть стандартный набор? Я в своё время, когда задумалась над этим вопросом, я изучала работы других специалистов, мастеров и древности, и современных, и психологов. То есть я серьёзно ко всем вещам подхожу, так как методист. Вот, и я поняла, что от 10 до 12, от 9 до 12 пунктов в среднем приводят. Что это за пункты? И дальше каждый человек, сейчас я их назову, и дальше каждый человек может по-своему их немножко вот переформулировать. Может быть, кто-то объединит, может быть, поменяет очерёдность. То есть на очерёдность сразу, пожалуйста, не обращайте внимания. Я называю просто вот как они есть. А вы для себя можете расположить Можно поменять местами? Конечно, да. Вот, первый пункт – здоровье. И человек, пожалуйста, вы скажите, есть у вас такая сфера жизни, которая для вас важна, нужна, и интересна? Обычно я не встречала ещё, чтобы люди отказывались от этого, здоровья. Ну, когда оно есть, об этом не задумываются и хочется чего-то другое. На первом месте будет стоять что-то другое. Пусть не на первом месте, но вообще из списка не вычёркивают. Конечно. Не вычёркивают. Второе – дом имущества. И это тоже очень такая серьёзная тема. Для всех она тоже важна. Следующее – финансовое благополучие. И мы здесь не говорим конкретные цифры, мы говорим финансовое благополучие, потому что у каждого своё ощущение, что мне нужно для гармоничной, благополучной жизни финансово. Следующее – взаимоотношения. Взаимоотношения со своими родителями. Взаимоотношения с супругом. С родителями вверх по вертикали, получается, мы от них родились. С супругом – это вот по горизонтали, наш партнёр. Взаимоотношения вниз по вертикали с нашими детьми. Взаимоотношения, направленные внутрь, взаимоотношения с самим собой. Внутренняя гармония. И это вот пункты, может быть, кто-то записывает, и вы можете сразу для себя отмечать, нужно это вам, важно ли для вас, есть ли у вас такая сфера жизни. Следующее – взаимоотношения, направленные наружу. Репутация, слава, карьера, признание. Да, для кого-то это очень важно. Да, и кто-то может это ставить на первое место. Это тоже нормально, все люди разные, вы это, пожалуйста, по-своему делайте. Следующая сфера – это деятельность, самореализация. Я это не называю работой. Я очень искренне верю в то, что у людей работа – это то, что и даёт им ощущение самореализации. Это может быть и хобби, какое-то просто увлечение. Конечно, это же самое прекрасное, когда любимое дело становится работой как раз. Следующее – это досуг и отдых. Ну вот свободное время. Следующая тема – это друзья и единомышленники, ощущение сопричастности. Какое-то общее дело у нас происходит. Вот я не считала сколько, но вот порядка 10, я полагаю, уже прозвучало. Да, ну в принципе, да, действительно, очень такие... И что с этим можно делать? Бывает так, что выделяют отдельную всё-таки сферу – работа. Может быть, для кого-то жизнь так выглядит, что вот работа – это отдельный пункт, и суда может быть как-то финансы, и вот самореализация как-то частично суда. Бывает, что выделяют отдельный пункт секс, сексуальные отношения. Да, я тоже читала об этом, что есть отдельные. Может быть, это подразумевает отношения с супругом, но это может быть отдельный пункт. То есть здесь вот можно творчески подойти и сделать такой список, который... Можно, наверное, что-то и своё внести ещё дополнительно. Конечно, конечно. То есть здесь это ваша жизнь, пожалуйста. Главное, чтобы у человека он появился. И тогда человек смотрит на это и может понять, а у меня сейчас вот все сферы жизни, как они выглядят. И даже если человек в начале этой работы замечает, что по всем какие-то минусы, и во всех я недоволен, несчастлив, и ещё не полностью удовлетворён, не все желания ещё исполнены, это прекрасно, потому что лучше видеть объём, ну, текущую ситуацию и объём предстоящих действий. Поэтому чем быстрее открыть глаза и увидеть всё, как есть, тем быстрее получится желанный результат. Понятно. У нас есть первый звонок, но я всегда перед звонком задаю ещё один вопрос, чтобы у нас телезритель как-то ещё обдумал и подготовил. чёткий свой вопрос. Тем не менее, вот к чему приводит постоянное неисполнение желаний, когда, ну, ничего не получается? И как всё это, вот скажем так, закольцовано? Знаете, это знаки, это всегда знаки, и человек должен их в какой-то момент понять. И это знаки о том, о чём мы поговорили, что либо это не ваше желание, либо это не пора. Это вот третья как раз причина, почему не созрела ещё, не выносила. Просто не пора. Не выносила. Да, ещё вот либо внутри, либо во внешнем мире. То есть встретить спутника жизни, но ещё вот не появился он рядом с вами, поэтому не надо спешить, а вот там пройдёт время, и появится тот самый человек. Но мне кажется, это может приводить к какой-то неуверенности, к неудовлетворённости жизни, к какой-то несправедливости. Ну что ж такое? Я не разнесчастный, я такой, или какой-то не такой, как все. Как тут быть? Здесь всё-таки важно именно иметь точку опоры в себе, не смотреть, как у всех, потому что каждый живёт своей жизнью, и то, что мы видим снаружи, это совершенно далеко от истинного положения, как этот человек чувствует внутри. Потому что все, кто говорит о своём желании, о количестве неисполных желаний в жизни, вы же это меряете собой внутри, правда же? Вы относительно себя это меряете. Вы не чувствуете себя полностью счастливым. А может быть, ваш сосед, который живёт рядом, жутко завидует вам, считает вас просто счастливчиком. И здесь, опять же, мы возвращаемся к списку полной жизни. Что на первом месте у вас, может быть, у соседа есть какое-то финансовое благополучие, но ему важнее. Личное взаимоотношение мужчин с женщинами. Душевная теплота, который у вас... Ему вот эти деньги не так уж, конечно, от них никто не отказывается, но это не так ценно для него, а то, что для него на самом деле важно, вот у него нет. А у вас есть, у вас может быть любящая жена, какие-то прекрасные дети. Поэтому здесь нельзя вот так сравнивать. Ни в коем случае, это большая ошибка, вы себя ещё хуже загоняете в такие несчастные состояния, если начинаете мерить по другим людям. Конечно. Лучше, я думаю, работать над желаниями, чем мы сейчас займёмся в второй части нашей программы. Давайте сейчас послушаем звонок. Прежде всего. Пожалуйста, говорите, вы в эфире вас внимательно слушаете. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Вот вы в основном говорите про желание. В чём различие между желанием и мечтой? Вот желание, я так поняла, что это вот то, что осуществимо, а мечта, что это такое? Ну, мы в самом начале программы сказали об этом. Ну, вот не полностью, да. Да, 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 давайте расшифруем, значит, не помню. Да, можно сказать, что есть некая цепочка шагов, которые должны совершиться для того, чтобы получить результат. Вы бы поняли, что да, это воплотилось в моей жизни. И оно как раз может начинаться с мечты. То есть мечта это такое облако, да? Это первая предпосылка. Предпосылка желания. Предпосылка, да. Она далеко, она какая-то тонкая, таинственная, прекрасная, может быть, не совсем ясная ещё, но дальше нужно, чтобы оно воплотилось в реальную жизнь. Нужно её приближать в материальный план. И дальше она становится желанием, когда вы... Даже это более правильно я, опять же, предложу со своей стороны. Я мечтаю. Не как оно там, это мечта, это желание. Вот я. Я мечтаю. Это значит, что я сижу, и у меня где-то в мыслях оно вот так... Дальше я могу готовиться. Дальше нужно что-то сделать. Искать ресурсы, представлять, как это будет в своей жизни. Как я к этому приду? То есть желание это уже более конкретное что-то, в отличие от мечты, да? Мечта это не такое зарождение желания, да? Совершенно верно. Это предпосылка. Предпосылка. Это предпосылка. То есть первые мысли. И мечты не всегда сбываются, даже не потому, что мы их хотим или не хотим, да? То есть это нечто такое... Конечно. Это огромное количество вариантов, из которых мы что-то берём и начинаем дальше осуществлять. Да уже превращаем в желание. Потому что, когда осуществляются мечты, в желание. Ну а как они осуществляются? Это нашими силами. У Бога нет других рук, кроме твоих. То есть это вот собственными руками, собственными действиями мы можем. Поэтому следующее, ваш вклад, вы начинаете готовиться к выполнению этого желания. Вы собираете, а что мне для этого нужно? Может быть, мне нужен какой-то навык, может быть, какие-то ресурсы, может быть, информация. И вы уже начинаете действовать. Это первые действия. Следующие действия уже конкретные, когда вы поняли, что именно нужно с вашей стороны осуществить, вот здесь нужно сделать на 100%. И это та самая цена, которую каждый платит индивидуально. И здесь то самое вот ощущение, из которого складывается недовольство, обиды на жизнь, на себя и на всех, и даже чувство вины, когда человек точно знает, вы себя не сможете обмануть. Я выложился на 100% или я вот что-то предпринял, попробовал разочек, там что-то сделал, но вы не сделали полностью со своей стороны. Потому что если вы абсолютно все сделали, дальше вы просто спокойны, вы абсолютно безупречны со своей стороны. Вам не в чем себя упрекнуть. И вы просто ждете, что вам принесет вселенная. И тогда вот вы уже получаете этот результат, как взаимодействие. Я со своей стороны вот это сделал, и вселенная вам дает свой ответ. И этот ответ может быть положительный, тогда ваше желание исполнилось. А может быть и отрицательный, правильно? Может быть, отрицательный ответ, да. И тогда вам нужно снова возвращаться к себе, проверять, и с доверием к вселенной. Может быть, она действительно вас уберегает, и вам сейчас это просто не нужно было, и это было бы опасно, если бы оно исполнилось. Или это просто было бы не самым лучшим для вас, если бы оно исполнилось сейчас. Вот как бы тот самый человек ещё не появился. Да, а мы так, знаете, как носороги упрямо, желаем, продолжаем желать, а уже бы... Я всегда использую образ умелого пловца. Умелый пловец, он плывёт по потоку и использует силу потока, чтобы не всегда против течения грести. Но при этом у него есть возможность пристать к берегу, там, где ему нужно. Поэтому здесь вот это искусство, взаимодействие с жизнью, я думаю, что это очень такое важное и ценное для каждого человека. И это путь в воплощении мечты через желания и, скажем так, и к цели, да? И именно истинной своей собственной мечты, которая вот от внешнего мира пришла. Ну, у нас сейчас грядёт небольшой такой перерыв, да, небольшая реклама. Но перед рекламой я скажу, что, во-первых, сейчас во второй части нашей программы мы поговорим о вашем методе, да, работы с желаниями, который помогает всему этому исполняться, да, и воплощаться в жизнь. Поэтому точно понадобится лист бумаги и ручка, нужно записать, потому что хорошие правила, надеюсь. И, конечно же, мы поговорим о том, что препятствует нашему исполнению желаний, что мешает. То есть что мешает и что сделать, чтобы ничего не мешало всему этому. Насколько я знаю, ваш метод называется ресторан желаний, да? Где можно приходить, ресторан вселенной, где можно приходить и заказывать свои желания. И всё это достаточно образно. Поэтому прервёмся ненадолго. Дорогие друзья, не переключайтесь, готовьте свои вопросы. Через несколько минут мы продолжим нашу беседу о том, как сделать так, чтобы наши желания, мечты и желания исполнялись и приносили нам удачу и счастье. Продолжение следует...